Приветствую всех на канале Форнаксфильм. Мы очень любим ездить в гости и сегодня нас вновь пригласили в выставочный зал наши друзья, компания НМК, чтобы поподробнее рассказать про банные печи. А конечно же нас интересуют в первую очередь чугунные банные печи. Сергей. Приветствую, Евгений, приветствую. Доброго здравичка. Все модели, которые производятся в чугунном исполнении, толщина у них идет одинаковая, то есть минимум это 0,9 параметр до 12 мм. Единственное исключение в этом мы делаем, это 21 модель, которая представляет собой более бюджетный вариант, она идет в толщине 0,6. В магазинах Форнакс самые популярные печи из вашей линейки Сибирь-24 и Сибирь-21. На что вы посоветуете обратить внимание нашим покупателям? Какие на ваш взгляд наиболее интересные печи в модельном ряду? У печей сеток Сибирь есть одна особенность. У нее выход дымохода, точнее коллектор дымосборника, находится гораздо ниже, чем вот край каменки. Насколько камни, которые находятся в верхней части каменки, будут хорошо прогреваться? И что вы советуете сделать для того, чтобы снять больше тепла с камней и снять больше тепла именно для получения пара? У каждого камня у него есть свои свойства, то есть помимо лечебного, у него есть свои свойства по долговечности, по его живучести и по теплоотдаче. Поэтому однозначно укладывается 3-4 вида камней, которые между собой перемешиваются и приносят разную пользу, скажем так. По сути, чем больше камней, тем лучше, тем будет лучше пар, легче будет, да, будет топиться дольше печь, то есть будет дольше нагреваться. Почему? Потому что теплоотдача от печи сначала уходит в камень, нагревает камень, и уже только после этого от камня уже идет тепло, жар, энергия, как мы назовем это по-разному, уходит уже в атмосферу самой бани. Банную печь трудно, наверное, назвать таким очень экономичным источником тепла. То есть понятно, что львиная доля этого тепла, она уходит в дымоход. Как нам снять вот эту вот энергию? Как ее забрать для того, чтобы превратить все-таки в полезную? Ну, любую печь, будь то чугунная, будь она выполнена из металла, любого объема, ее нельзя забивать до верха. У нас привыкли, что крупноколотые дрова, допустим, забили ее до самого верха, под самый отбойник, и тем самым вроде как и сэкономят свое время. На самом деле, печь нужно топить в половину, то есть укладка осуществляется в половину, не надо запихивать туда под самый верх, она должна работать комфортно. Для того, чтобы энергия сгораемого топлива могла свободно ударять в стенки, и огибая отбойники, которые находятся внутри, то есть в любой печи есть отбойник. Если заглянуть вовнутрь, то здесь мы увидим чугунный отбойник, где пламя, огибая стенки, упирается в отбойник, еще делает еще один загиб. И тогда печь будет топиться более эффективно. Просто немногие на это обращают внимание, именно эксплуатируют печь в таком формате, что вот я тебя поставил, и ты должна мне выдавать. Да, она должна выдавать, но к любой печи к ней нужно приноровиться. Правильный монтаж печи, правильный монтаж, то есть утепление самой бани, правильный монтаж дымохода в совокупности, это даст вам именно, ну, скажем, тот кайф, который вы хотите получить от этого, от бани. Переутоп ведет к тому, что печь быстрее выйдет из строя. Ну а так, если топить ее в обычном номинальном режиме, мне кажется, это вечная печь. И замена ей, наверное, только печь из толстого металла. Правильная эксплуатация подразумевает под собой не только правильно ее топить, а в том числе, как смонтирована сама печь в банном комплексе. Первое, это какая влажность в бане создается, вентиляция, это очень важно. Есть случаи, когда печь, ну, допустим, пишут там отзывы и так далее, что печь умерла за два года. Ну, умерла в плане, она проржавела. Когда более глобально начинаем разбираться, то есть у человека глухое помещение, а вентиляция абсолютно отсутствует, помылся, закрыл баню и ушел. Ну, то есть семья помылась, закрыли баню, нет ни приточки, ни выхода воздуха, то есть и она просто, ну, она умирает, она начинает ржаветь, и, соответственно, металл умирает. Сам монтаж, установка в банном комплексе имеет огромное значение и тем самым продляет, ну, то есть жизнь печи при правильном должной эксплуатации и установке монтажа, это длительный срок. Для того, чтобы печь ваша прослужила дольше, достаточно того, чтобы после банных процедур, после того, как все помылись, закиньте пару полешек в печку, протопите ее хорошенько, просушите парную, и печь ваша прослужит гораздо дольше, и внешний вид ее сохранится на долгие годы. И все же, Сергей, самое главное требование, вот прям самое главное при выборе банной печи. Первое определение – это мощность, какую мы будем перекрывать мощность, габариты бани, в кубах ширина, высота, длина, это подбираем мощность. Далее определиться, нужно, это будет сетка, либо это будет конвекция. Конвекция натапливает быстрее, но пар пожестче, то есть теплоотдача происходит быстрее. Сетка будет нагревать подольше, нагревается камень, но пар будет совершенно другой, то есть, ну, говорю это как пользователь, скажем так. Вот, и далее уже определяется, дверка, какая ему нужна дверка, допустим. Либо это будет просто глухая дверка, либо это будет с панорамным стеклом, либо это будет дверка в форме каминной двери. Три параметра, человек уже подберет себе печь. То есть, в первую очередь, нужно определиться с микроклиматом в парну, но не забывать о том, что печь нужно правильно выбирать по мощности. А по мощности, действительно, выбрать есть из чего. Да, на самом деле, модельный ряд очень большой. То есть, мы можем предложить человеку от самой маленькой, допустим, если касаемо в чугунном исполнении, это от 15 до 32 киловатт. Ну что ж, Сергей, про чугун мы поговорили, но для наших зрителей хочу сказать, что компания НМК, наверное, одна из немногих, кто вообще не экономит на металле. Давайте, наверное, посмотрим сейчас конвекционные печи, изготовленные из стали, и расскажем про них подробнее. Говоря о том, что компания НМК не экономит на металле, я вспоминаю случай, когда мы были на одном из монтажей и обратили внимание на то, что конвектор у печи очень толстый. Практически никто такой металл не применяет в своих конвекторах. Ну и, естественно, сразу же обратили внимание еще и на топку, на саму топку. Металл, печь просто невероятно тяжелая. Все верно, Евгений, правильно обратили внимание. Я скажу больше. Вся продукция завода НМК, она монументальна. Чем толще металл, тем он дольше служит. Почему? Потому что здесь охлаждение происходит за счет конвекции, за счет воздуха. Если, грубо говоря, в котле металл играет всего лишь роль прокладки, где вся энергия, ну весь жар, он уходит в теплоноситель. То здесь, чем толще металл и хорошая конвекция, тем эффективнее она будет работать. Ну и, соответственно, тем дольше она прослужит. Все модели печей, они у нас делаются из металла 6 мм. Облицовка, как вы правильно заметили, она идет 1,2 толщиной. Поэтому любую модель, которую мы берем, ну даже в среднем ценовом диапазоне, она весит не менее 120 кг. Сергей, ну вот казалось бы, да, есть уже большущая линейка чугунных печей. Зачем производить печи из стали? Как ни крути, чугун, он все-таки подороже. Да, он долговечный при должной эксплуатации, более долговечный, немножко другой пар, но всегда на остальные печи был спрос. Это более эффективная теплоотдача, то есть быстрый нагрев помещения, немножко побюджетнее, то есть подешевле. И на эти печи всегда был спрос, поэтому линейка востребована, и завод ее выпускает. То есть мы от этого не уйдем никуда. Скажем так, завод с этого начинал, позже уже начал выходить у нас в чугунном исполнении, а с этого мы начинали. Есть потребность, которую мы заполняем. В стальных печах Сибирь одной из самых, или, пожалуй, самой термонагруженной части является дно каменки. Как эксплуатировать эту печь для того, чтобы эту термическую нагрузку превратить в полезную и не перетопить печь, и чтобы она быстро не вышла из строя? Почему возникают такие вопросы? То есть за 2-3 года эксплуатации начинает верхняя крышка просто-напросто выгорать. Это следствие неправильной ее эксплуатации. То есть интенсивный перетоп, как я и говорил, там полная закладка, все пламя начинает, вернее, тот шар энергии, который должен оставаться внутри печи, он начинает образовываться именно в верхней части, включая трубу, которая тоже начинает выгорать. И, естественно, уже начинает сгорать верхняя топка. То есть совет какой? Следите за вашей печью. Вы ее приобретаете один раз и на долгие годы. Поэтому, чтобы она прослужила вам долгие годы, правильно ее смонтируйте и правильно ее эксплуатируйте. Что ж, Сергей, спасибо большое за ценные рекомендации, за подробный рассказ про конструкцию печи. От себя хочу добавить, что действительно есть покупатели, которые рассматривают в качестве печи для бани чугунные печи, и есть те, которые все же обращают внимание на печи из стали. Да, их нужно топить в таком более регулярном режиме, максимум один-два раза в неделю, для того, чтобы они долгое время сохраняли свои свойства и не выходили из строя. Ну и действительно очень приятно, что у компании НМК огромный модельный ряд и есть выбрать из чего. Хочу добавить, что весь ассортимент компании НМК можно также приобрести всей сети магазинов «Форнакс». Евгений, огромное спасибо, что посетили наш магазин. Рад сотрудничеству. Давайте будем продолжать в том же духе. Благодарю. Я уверен, нас ждет долгосрочное и очень плодотворное сотрудничество. Спасибо.